привет сегодня хочу показать вам вот такой вот набор от dmt это набор для заточки такой небольшой сумочки приходит довольно компактный довольно легкий в принципе можно взять с собой в дорогу или куда-то легко переносить давайте посмотрим что есть внутри значит набора dmt бывают разные это не максимальный набор это делюкс кит который состоит из трех алмазных брусков и дополнительного сумочка пустая и дополнительного стержня для заточки серрейтора вот в общем то смотрите пластиковые детали три бруска вот так вот их правильно будет расположить по гритности в принципе здесь идет инструкция на английском языке и аналогично есть инструкция здесь на русском языке я не знаю думаю на русском не всегда поставляется с точилкой но в принципе разобраться довольно легко никаких особых проблем не возникает тут есть значит таблица углов в градусах как правильно вести камнем по режущей кромки описание вот и в общем то зернистость алмазных камней от dmt в данном случае здесь у нас есть самый крупный это голубой камень который значит идет серийностью 325 дальше идет красный 600 гритность и дальше идет зеленый 1200 я видел набор с еще черным камнем более грубым 220 в принципе думаю что он далеко не всегда необходим собирается точилка довольно легко это вот часть которую ставится камень давайте наоборот возьму более мелкий вставляется зажим поджимает вот в принципе можно чуть-чуть подровнять металлический стержень но сейчас он довольно ровный все правильно выставлено здесь есть насечки для того чтобы удерживать удобно все это и вот такое вот приспособление для удержания непосредственно самого клинка то есть что мы делаем берем клиночек зажимаем его здесь недостатком некоторым является то что необходимо отвертка то есть собой помимо этого набора придется брать отвертку еще чуть отпустить я не буду сейчас вам тут особо показывать точить это все все таки процесс более длительный но все же сам момент примерно покажу зажимается здесь клиночек вот таким вот образом дальше здесь дополнительно выставляется угол если тоже дополнительный зажим чтобы плотно здесь эти губки пластикового держателя прилегали то если особенно актуально режущая кромка со спусками от обуха то нужно будет обязательно это выставлять вот такие вот направляющие они вставляются дальше поворачиваются на необходимый нам угол то есть видите здесь есть деление можно выставить разную величину угла и вы знаете вот та таблица которая дана я считаю что по ней нормально угол определить все равно не получится проще вам взять транспортировали даже проще наверно определить этот угол на глаз вот особенно нет никаких проблем если вы хотите заточить заводскую режущую кромку и принципе собирается если вы хотите оставить заводскую заточку то проще просто методом подбора так скажем подобрать необходимый вам здесь угол допустим нам нас такой угол устраивает вот и в общем то следуя инструкции делаем такие вот движения не очень это все удобно вам показывать но сам момент я думаю понятен за счет этой направляющей такой конструкции удерживается угол немножко что мне нравится что здесь довольно большое пространство для хода и иногда может немножко угол этот все-таки варьироваться то есть если прижать вниз камень или немножечко так вот вверх ну здесь работаете на камни вот этого часть чуть-чуть играет на мой взгляд может немножечко заваливать вам угол в принципе на практике я пробовал получилось все без каких-либо проблем в общем то все довольно таки удобно и выбор углов как вы видите довольно большой мне очень понравилось качество здесь начало скрутить мне очень понравилось качество алмазов от дмт это действительно хорошие такие брусочки то есть это конечно же не что-то там сверх вызывающая восторг но в целом это очень очень неплохо и на мой взгляд они будут служить очень очень долго то есть на самом деле неплохо снимают металл ну понятно что зависимости от угридности но в целом достаточно потратить там может быть 15 минут может быть полчаса в зависимости от того насколько у вас убита режущая кромка но я думаю вполне реально такими алмазами и переточить нож и подправить все в принципе мне очень понравилось и вы знаете у меня есть как как вы может смотрели набор спайдер к триангл и есть там алмазные камни два таких алмазных ну не совсем камня металлических таких треугольничка с алмазом напылением так вот стоимость их там порядка 40 долларов здесь этот набор от дмт я нашел в интернете но это минимальная цена который я нашел за 42 доллара ну плюс доставка там плюс все такое но в любом случае и алмазы вот спайдер к тоже придется заказывать все равно платить за доставку так вот я бы предпочел вот такой набор от дмт например алмазом вот спайдер к то есть лучше иметь в своем в себе в общем-то две точилки одно дмт и одно от спайдер к в моем случае бы раз она у меня уже есть то есть это более выгодное вложение и в принципе вот за 40 долларов такой набор и за 55 долларов набор спайдер ко триангл в принципе перекрывает большую часть нужд для большинства случаев этого в принципе достаточно конечно же я понимаю что не так иногда удобно особенно если будет какая-то большая режущая кромка если нож будет более длинный то придется зажим переставлять несколько раз точить как бы по отдельности вот не совсем удобно что нет какой-то подставки то есть приходится это все как-то держать на весу как-то вот я разными способами на самом деле держал это все то есть постоянно как-то я не нахожу удобного места то есть я видел апекс нич про который в принципе представляет из себя подставку на которую вы кладете нож и вполне удобно все затачиваете здесь же возникают некоторые сложности вот во многом вот неудобства того что нужно это все постоянно держать в руках подвешено в одной руке получается камень вы держите другой руке нож и как-то все это там где-то пытаешься опереть в общем чуть-чуть есть конечно дискомфортно в целом если вы точите не очень много ножей неплохое бюджетное решение в принципе отдельно вот спайдер катриангл особенно если рассматривать его просто вот там отдали 42 доллара и получили в принципе точилку на которой можно наточить нож до уверенного бритья волоса и переточить нож с какой-то там с какими-то сколами все это вполне реально все это вполне получится также есть такой вот неплохой стержень что накручивается точно так же ставится я прям не буду долго накручивать и можно выбрав тот же угол подправлять клинки с сериторной заточкой в принципе довольно широкие возможности предоставляет мне больше по удобству понравился спайдер катриангл но я проникся так скажем этой точилка dmt в общем-то зауважал я мне и раньше казалось что это очень неплохой вариант вот сейчас тем более и меня больше интересует вопрос может ли это как бюджетный вариант заменить apix h pro то есть набор dmt тем более вот вот такой и набор от спайдер катриангл с алмазами у меня есть ультрафайном и все укладываемся в цене там чуть чуть более 100 долларов apix h pro стоит больше 200 долларов на 250 где-то то есть принципе мы укладываемся в два раза той и более низкую стоимость и выполняем ну практически все то же самое вот стоит действительно задуматься но я для себя такое еще решение не принял насколько это лучше или хуже но в целом мне понравился этот набор чуть чуть дольше приходится его раскладывать подстраивать чем точилку от спайдер катриангл вот но в целом как бы то есть не очень удобно может быть если вам нужно быстро подправить то на триангле это делаю там в течение буквально считанных минут там могу за 35 минут нож который достаточно тупой быстренько обвести сделать ему микроподвод будет очень острым и в общем то все будет отлично то здесь наверное пятью минутами не обойтись придется потратить чуть больше времени но в целом это дешевле и исправляются очень очень даже достойно такой вот наборчик но все равно чуть-чуть там я дольше это все складываю чуть дольше раскладываю ищу дополнительно отвертку или может быть можно какую-то находить маленькую отвертку которую сразу стоит положить сюда и будет удобнее чтобы постоянно было с собой постоянно носить вот такие вот мои мысли о dmt ну и в плане режущей кромки вот 1200 грит как они пишут 9 микрон экстра файных но на мой взгляд он делает режущую кромку несколько хуже нежели ультрафайн от спайдерка то есть у него получается все таки остаются некоторые следы режущей кромки если она не настолько зеркальная вот и в общем то спайдерка конечно триангл предоставляет не такой широкий выбор угла здесь намного легче попасть заводской угол может быть там совсем совсем чуть-чуть там на какие-то доли градуса конечно не попадете но в целом намного проще подобрать нужный угол если вы не хотите перетачивать нож на 30 или на 40 градусов оставить вот то то что было вот такой вот момент надеюсь вам было полезно интересно мне понравилось это точилка пока